Всем привет, с вами Дженикус, и сегодня мы рассмотрим интереснейшую консоль, которая привлекла очень большое внимание, если не всех любителей олдскульного гейминга, то почти всех. Об этой приставке много говорили и ждали, когда же она выйдет, и вот она вышла. Hyperkin Retron 5. Современные клоны старых приставок прошлых поколений уже давно стали обычной повседневностью. Для нас с вами, людьми, родившимися в СССР, первыми известными клонами были клоны Dendy, которая в свою очередь и сама была клоном японского Фомикома. Но тем не менее, эти приставки подарили нам много проведенных в 8-битном мире часов. Время шло, и поколения приставок сменялись одно за другим. Однако, современные производители не оставляли попыток делать клоны старых консолей. Это были относительно успешные приставки и эмуляторы, заполонившие рынок и позволяющие за относительно небольшую цену вспомнить детство, зачастую без всяких картриджей. Этой же нишей заинтересовались и компания Hyperkin, известная геймерам по аксессуарам для разных игровых приставок, от джойстиков до Game Genie для PlayStation 3. Hyperkin отметился своим Супербоем, карманная консоль, воспроизводившая картриджи для SNES. Ну и конечно, они запустили линейку Ретронов. Первый Ретрон умел воспроизводить только NES-овские картриджи, но тем не менее, отметился многим весьма неплохим качеством, как картинки, так и звука. Ретрон 2 умел воспроизводить картриджи для NES и Супер NES. К третьему Ретрону добавилась возможность играть в картриджи от Sega Genesis. Логично, что после третьего должен быть четвертый Ретрон, но нет, он изначально планировался, но затем проект переименовали на Ретрон 5, так как добавился пятый слот для Game Boy. Пятый Ретрон стал особенным, так как в нем возникло множество нововведений по сравнению с предыдущей версией. Его долго дорабатывали, отчего старты продаж постоянно откладывались. Любители олдскула неустанно следили за новостями пятого Ретрона и, наконец, он вышел. Анонсированная цена за Ретрон 140 долларов, но понятное дело, чтобы привезти его в Россию, надо потратить больше, ибо, во-первых, за 140 долларов найти его тяжело, во-вторых, никто не хочет отправлять дешевой доставкой в Россию. Что ж, давайте глянем на саму консольку. Распаковываем и... Что мы видим... Сама консолька. Джойстик. Провод для зарядки Joy. Сесть, для многое Это USB кабель Ну вот такое У меня есть серверный vyK'a Набор переходников для подключения Ретрона к разным розеткам рекламные наклейки и инструкция мануальчик весьма умнож что сделали такой вот набор адаптеров не надо заморачиваться с розетками не надо заморачиваться с трансформатором можно просто включить и собственно играть адаптеры трона есть в том числе и 220 вольт первонаперво рассмотрим с вами беспроводной joy в комплекте он только один при желании можно купить второй за отдельные деньги конечно 4 лампочки индикатора не представляю кому голову придет покупать 4 таких joy вместо привычного всем гиппада тут стик доступна куча кнопок 6 на лицевой стороне 2 сверху то есть на все случаи жизни честно признаться выглядит отвратительно посмотрим что есть у самой консоли как и положено четыре слота для nes famicom super nes super famicom sega mega drive sega genesis он же и снизу геймбой геймбой advance геймбой color итого 9 консолей но также при наличии специального переходника можно подключить к слоту для sega картриджи от 8-битной sega master system так что при желании доступно даже 10 консолей смотрим дальше сзади виднеется слот для оригинального джойстика на задней панели мы видим что подключается данная консоль через hdmi в отличие от всех своих предшественников и всех остальных клонов сначала был анонсирован также и выход через колокольчики но в процессе разработки такую возможность убрали что конечно некоторые любители стареньких игр восприняли негативно мол хотим подключения к ламповому телевизору как 80 и 90 и к тому же всем известно что такие девайсы как световой пистолет работать на современных жк телевизорах не будут это технически невозможно специально для таких людей гиперкин выпустили переходник позволяющий подключать retron 5 по колокольчикам естественно в комплект базовой поставки он не входит далее мы видим микро юсб чтобы заряжать joy слот питания а также внимание слот для sd карты если вы подумали что можно напихать на карту ромов и играть на ретроне то вы ошиблись по крайней мере так считалось официальная sd карта предназначена во первых для обновления прошивки ретрона да не удивляйтесь но ретрон 5 поддерживается гиперкином и уже сейчас вышли две прошивки исправляющие различные недочеты системы а также что еще важнее прошивки дополняют базу поддерживаемых игр ретрон 5 поддерживает не все игра только те которые забиты ему в базу это почти все которые вообще выходили на эти 8 и 16 битные консоли но нет нет а какие-то игры были упущены если вы вставили картридж и ретрон выдал вам что такой игры нет в базе можно написать соответствующее письмо в гиперкин и они добавят возможность поддержки этой игры со следующей прошивкой по выходу ретрона многие надеяли что найдутся народные умельцы которые состряпают для ретрона кастомную прошивку и можно будет играть на нем через ромы записанные на sd карту времени прошло немного и действительно хакеры нашли способ играть в ромы на ретроне парадокс но этому поспособствовали сами гиперкин с их новой прошивкой но обновление прошивки это только первое назначение sd второе это сейвы ретрон как и любой эмулятор на компе позволяет сейвится а также делать скриншоты которые должны также записываться на sd как и сами сейвы но и последнее назначение это чит коды на сайте ретрона есть файл который если скачать и забить на sd карту можно юзать в качестве различных чит кодов к различным играм если в 90 это позволял делать game genie для nes или pro action replay для сеги то ретрону достаточно sd карты в ретроне также есть возможность подключить оригинальные joy sega genesis nes и snes по два на каждую приставку соответственно на сеги например можно играть от джоем от неса или снеса и так далее комбинировать то есть что ж сегодня мы с вами распаковали консоль ретрон 5 посмотрели как он выглядит посмотрели на джойстик следующий раз мы с вами попробуем сыграть во что-нибудь на этой самой консоли посмотреть фильтры заценить звук в общем ждите вторую часть до скорых встреч пока и Субтитры сделал DimaTorzok